Это будут ведёрки для мелков. Здесь будут лежать три ведёрка, в них мелки. Рисовать можно прямо на стенах, а в коридоре играть с мячом и даже бегать. В новом учебном году в 34-й школе будут ломать стереотипы. Учителя притворяют в жизнь проект, который придумали семиклассники. В этом коридоре каждый цвет символизирует определённое занятие от чтения до подвижных игр. Они должны на перемене играть. Если они на перемене будут играть, тогда на уроке у них эмоциональное состояние будет соответствовать уже уроку. То есть уйдёт вот та самая напряжённость у детей, которая сейчас существует. То есть та нервозность, которая к 4-му классу уже начинает присутствовать. Поэтому должны быть игровые зоны. Принимать 34-ю комиссия придёт в понедельник, поэтому в школе наводят последний лоск. Осталось прикрутить баскетбольные кольца, расставить книжки на полках и повесить рамочки. В классах 1 сентября уже наступило. Вот здесь все сделано так, что они могут сидеть. На травке. Да, сидеть на травке, в принципе, читать. Перечитывать Пушкина. Под сенью струи отличать ямбы от хорея будут гуманитарии 45-й школы. Для них здесь разобьют зимний сад, поставят пуфики. Здесь на каждом этаже пространство для каворкинга. Одно с доской почёта, другое в крыле для малышей с уголком для тренировки норм ГТО и маленьким скалодромом. После того, как в местной библиотеке расставили кресло-мешки, дети начали читать. А сегодня в школе ждут новые парты для группового обучения. Мы переходим на такие вот мобильные столы, которые на одного учащегося, которые создаются по нашим индивидуальным рисункам и заказам. В этом году приобрели столы для четверых учащихся, которые будут сидеть по кругу для старшеклассников, для того, чтобы проводить какие-то интересные уроки. Обычно за лето удаётся переоборудовать 2-3 класса, рассказывает директор 45-й Юлия Каменская. Школа сама решает, какую мебель покупать и что делать, кроме текущего ремонта, вроде покраски стены, замены линолеума. На ремонт всех городских школ в этом году городской бюджет выделил 411 миллионов рублей. Где-то поменяли окна, где-то починили крыши, где-то переоборудовали классы, медкабинеты и пищеблоки. Вот это красивое здание с лепниной на фасаде принадлежит школе номер 21. Она построена в 57-м, и в этом году здесь не будет торжественной линейки в честь Дня знаний, потому что школа закрывается на ремонт. Всех учеников распределят по близлежащим школам. Зданию необходимо усилить фундамент и перекрыть крышу, восстановить кирпичную кладку и, главное, сохранить барельефы на фасаде. Проектно-сметная документация для 21-й школы ещё готовится, поэтому звонок здесь прозвенит только в следующем году. Клавдис Тимахович, Дмитрий Кутько, Алексей Егоров, Афонтова новости.